Всех приветствую на канале Мега Гигавольт. В этом видео будет распаковка двух вот таких посылок. Одна из которых заказана с Алиэкспресс, другая из магазина Олд Венгер. Давайте, пожалуйста, с Алиэкспресса начнем. Кстати, посылку доставил курьер. Здесь должна находиться пила. Бренд Moziog. Мшистый дуб, кажется, переводится. Ну, давайте раскроем это все. Покажу, расскажу. Это будет распаковка, не тест, ничего. Вот просто-напросто, чтобы вы понимали представление, если надумать и заказать такой же товар. Так, вот такая вот идет инструкция сразу же. Дальше. Сама пила и thank you, благодарность от продавца. Такая вот карточка. Все, коробочка эта пустая. Значит, что мы видим сперва? Вот такой вот чехол на липучке. Довольно-таки увесистая вещь. Значит, вот такая вот пила. Прорезиненная рукоятка. Пластик, резина. Вот такой вот замочек из пластика. Вот сюда вот нажимаете. И вот таким вот образом все это фиксируется. И вот такая вот идет пила. Значит, давайте по габаритным размерам. Кому будет интересно, я все сейчас замерю. Значит, полная длина 44 сантиметра. Режущая часть рабочая. Ну, вот так вот. 22 с половиной. Сама пила вот так вот гнется. Рукоять удобная. Здесь очень толстые вот эти вот дужки, которые держат само полотно. Так, давайте сейчас по инструкции. Так как я вижу, здесь запасные у нас полотна. Значит, это у нас по... Скорее всего, по дереву. Кстати, вот видите, зубы немного в разные стороны, для того, чтобы вам удобно было пилить. В принципе, это и есть хорошо. Так, это у нас идет по пластику. А это у нас идет по металлу. Вот такой вот чехол. Чехол тоже как бы на вид очень качественный. Видите, никаких ниток нету здесь лишних. Все это можно крепить под ремень. Как угодно. Либо, допустим, на рюкзак. Попытаюсь сменить лезвие. Точнее, вот это полотно. Вот здесь у нас вот такой вот есть наподобие замка. Это все у нас раска получается встать. Кто-то еще писал в комментариях, что говорит, есть люфт небольшой. Но я, честно говоря, в своем экземпляре люфта никакого не увидел. Смотрите, снимается очень легко. Берем другое полотно. Это по пластику, скорее всего. Но здесь не слишком, кстати, точеный. Не знаю, может быть, так и должно быть. Так, значит, немного вот так мы делаем. Ну и все, в принципе, смотрите, закручиваем. И получаем уже ножовку для пластика. По металлу давайте сразу же поставим. Все, вроде бы здесь тоже все работает. Но это уже по металлу. Ну, это остренькое, да. Полотно острое. Опа, слишком закрутил я. Ну, смотрите. Все вообще, по-моему, идеально. Честно говоря. Люфтов я никаких не вижу. Даже слишком я здесь перекрутил. Все идеально. Пила нравится. Ссылка будет в описании под видео. И давайте приступим к распаковке второй посылки. Здесь у нас должен находиться заказ из магазина Олбенгер. Вот такой вот нож, как всегда, пакет фирменный Victorinox. Здесь у нас накладная. Магазин Олбенгер. Это у нас нож Victorinox, моделька Swiss Champ, 91 мм, 33 функции, 1.6795. У меня такой же есть. Вот он такой вот у меня нож. Накладки Руби, так называемые, прозрачные. Он у меня в работе более пяти лет. Очень классный нож. И решил я заказать уже новый, такой же. Для того, чтобы, как говорится, положить на дальнюю полочку. И до поры до времени пока не использовать. Ну, если, допустим, вот этот слишком, например, будет уже не удовлетворять заточками и так далее, тогда уже буду использовать новый. Пока только так. И вот, что мы видим. Вот такая вот инструкция. Все подписано. Как, что, чем пользоваться. Ну, здесь, в принципе, по наите можно все понять. Ну, честно говоря, когда вот этот заказывал, свой первый, этот из Франции, через eBay заказывал еще, такого не было у меня. Здесь же все-таки как-то все красочнее выглядит. Можете поставить на паузу. Такие функции. Ну, честно говоря, в этом ноже, ну, и в этом одинаково они. Функции даже чересчур. Я расскажу, какими пользоваться, какими нет вообще за все эти пять лет. Какими мне пригождались, какие нет. Давайте сейчас посмотрим сразу нож. Абсолютно идентичный, одинаковый. Конечно, мне нравится вот этот цвет руби, так называемый, но не было, к сожалению, именно в магазине. Поэтому пришлось заказать классический красный. Так, ну, что могу сказать. Давайте сразу туда с главного лезем начну. Бумагу режет. Дальше, какие здесь у нас еще идут. Значит, пользуюсь постоянно главным лезем большим. Дополнительно не слишком часто, но пользовался тоже. Все остро, все нормально. Даже не хочется по первому времени, что называется, их лишний раз гонять. Так, очень часто, опять же-таки, пользуюсь вот этой пилочкой для ногтей. То есть, здесь идет как бы напильник, пилка для ногтей и такая вот пилочка по металлу. Пользовался, ну, за все время, вот пять лет этим ножу, пользовался пилой, ну, раз в десять от силы, честно говоря. Пилит отлично, пилит классно. Проблем никаких нет. Есть, допустим, маленькие досочки для тоже плиты-щепочницы. И вообще идеально все это делается. Также пользовался вот этим инструментом. Это у нас чистка рыбы. То есть, чешуи. Очень классно вообще, честно говоря, не предполагал даже, насколько классно, насколько быстро это все выполняет свою роль. И также вытаскиваю крючки, когда на рыбалку ходил, вот этим инструментом. Дальше, естественно, плоскогубцами просто пользовался. Значит, в костре был такой случай, момент, ставил я прямо в костер котелок. И у котелка, скажем так, ну, нагрелась ручка. И пришлось именно воспользоваться именно плоскогубцами, чтобы его поднять. В принципе, выполняется его функцию. Часто также пользуюсь кростовой отверткой Philips. Даже по работе и так далее. Не часто, но пользуюсь лупой. Честно говоря, вот за все время, пять лет сравните. Нож пятилетний. Ну, так вот выглядит. Немного она, конечно, уже поцарапалась. Потому что это, естественно, не стекло, а пластик. Ну, в принципе, даже вот что можно. Сравнение сделать нового и старого ножа. Вот что со старым, скажем так, происходит. Или произошло. Вот что с новым. В принципе, опять же таки, часто очень пользуюсь ножницами. Поэтому вот так. Пару раз в этом ноже есть авторучка. Пару раз пользовалась авторучка. Так, не здесь. А кажется, вот здесь. Да. Авторучка у нас работает. Все пишет. Был такой момент, да. В машине мне оказалось авторучки. Она нужна была там подписать, скажем так, договорчик один. И пришлось использовать вот эту вещь. На меня, конечно, посмотрели так дико. Но все-таки все получилось. Так, открывашка. Открывашка пару раз тоже консервы открывал. И очень часто, ну, как очень часто. Я не бухаю, но не пью. Вот. Но приходилось выручать именно штопором. Люди просили, как всегда, где-то на какие-то шашлыках. Не оказывалось, чтобы открыть вино. Начинали там, как обычно, там разными саморезами накручивать. Ну, вот так вот. И вот такой-то иголочкой тоже часто пользовался. Вот зимой у нас, к сожалению, омывающая жидкость зимняя не слишком была качественная. Зарил я машину. И она почему-то, то есть, начала просто-напросто на морозе замерзать. Хотя не замерзай-ка, как бы. И приходилось немного эти соплы прочищать. Стамеской пользовался и вот такой штукенцией. Я не знаю, даже это такая отверточка. Вот этим инструментом открывал такие шкафчики. Можно сказать, электрические шкафы. Абсолютно нормально подходилось все. То есть, вот так вот брал. Вставлял замок. Крутил. Ничего не ломалось, но открывалось. Вот, в принципе, и все. Ну, насчет того, что говорю, что по качеству здесь идеально все. Если сравнивать 5-летнее качество, скажем так, и теперешнее, ничего такого сказать плохого не могу. Все отлично, все замечательно. Не забывайте, если вы будете вообще приобретать любую продукцию. Венгер, Викторинокс. Также какие-нибудь чемоданы, либо рюкзаки. Можете вот именно покупать в магазине AllWenger. Я ссылку оставлю. И по моему коду, промокоду IT31. Тоже напишу в описании под видео, либо в комментариях. Получите скидку 3-5%. В зависимости уже от того, что вы покупаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok